Привет! Сегодня с вами говорим про кофе и, соответственно, про состояние, связанное с кофеином, почему я бросила кофе и, возможно, вам тоже это будет полезно. Поговорим о некоторых плюсах и, собственно, о том, почему кофе может максимально вредить. Конечно, кофе способен в какой-то момент снизить камнеобразование, обладает противоканцерогенным эффектом, кофе обладает просто противовоспалительным действием, помогает с метаболическим синдромом, может снизить риск смертности. Но это все условно и кофе может помогать при Альцгеймера, Паркинсона. Но еще один момент, почему кофе небезопасен и почему многим его я не рекомендую и почему я бросила сама кофе. Кофе убивает в некоторых случаях нервную систему, иммунную систему и что будет, если переборщить с кофе. Речь идет о злоупотреблении кофе, газировкой, спортивными напитками и другими продуктами, в которых есть кофеин. Например, чаем, шоколадом. Первое, к чему приведет огромное количество кофеина в организме, это повышение выработки таких сложных слов, назову, катехоламинов. Это вещества, которые содержатся в надпочечниках адреналин, дофамин, гамма-аминомасляная кислота. Если мы с вами говорим про адреналин, то, конечно, эта история стимулирует выброс адреналина. Он увеличивает проницаемость натрий-калиевых насосов, происходит перемещение калия из крови внутрь клеток, и в результате в крови остается очень мало калия, и это называется гипокалиемией. Вот таким образом вы теряете калий, когда вы пьете много кофе. И еще вы повышаете диурез, по сути теряете жидкость, кофеин действует как мочегонная, и это еще один способ терять тоже калий. Также вы активизируете респираторный алкалоз, в теле сдвигается эта история в щелочную среду, из-за этого вы тоже теряете калий. Если вы пьете кофе с сахаром, то вы добавляете еще один фактор, вызываете всплеск инсулина, и при всплеске инсулина организму очень-очень нужен калий. При высоком инсулине, инсулинорезистентность, человек будет терять калий, ведь вам предстоит запасать глюкозу в мышцах в виде гликогена, и в этом процессе участвует калий. Итак, если вы пьете много кофе, то обязательно добавляете в рацион больше калия, но идеальным решением будет оставить одну чашку или, как я, отказаться. Есть еще кофе канцерогенный, это из различных автоматов на улице, есть кофе с алюминием, например, в какой-нибудь кофейне, и потом отравление всего желудочно-кишечного тракта, помутнение, галлюцинации, бред. И некоторых списывают на психическое нездоровье, а человек просто объясняет, я пил там три чашки кофе, но просто у организма не было ресурса вывести столько. И когда, еще раз говорю, вы пьете кофе, то адреналин идет. И, знаете, люди такие суперэнергичные, суперэнергичные. Адреналин мы можем получить от физической нагрузки, от победы, от всплеска энергии. И химическим способом это просто ввести себе кофе или купить адреналин. Знаете, сейчас детям продают, совсем здоровые люди, и они потом впадают в гиппокалиемию. Вот таким образом вы теряете калий. Поэтому, поэтому будьте очень осторожны и помогайте себе.